В ближайшее время необходимо рассчитать потребности сельхозтоваропроизводителей в кредитных ресурсах и сбалансировать их с возможностями областного бюджета на 2016 год, чтобы можно было заранее запланировать и заложить необходимые объемы финансирования. Об этом глава региона заявил на заседании Президиума правительства Свердловской области по вопросам агропромышленного комплекса. По словам Евгения Куйвышева, объем финансовой поддержки сельского хозяйства региона не должен быть ниже уровня 2015 года. Необходимо уже сейчас планировать посевную кампанию 2016 года. Идет посев озимых культур и требуется обеспечение посевной семенным материалом на следующий год. Кроме этого, необходимо своевременно определить объемы и источники кредитных ресурсов. И, конечно же, нужно заблаговременно позаботиться от наших партнеров, тех, кто будут осуществлять кредитование посевной кампании. Глава региона акцентировал внимание присутствующих на Президиуме руководителей банков на необходимости уделить особое внимание вопросам кредитования аграриев. Для начала напомню нашу принципиальную позицию. Сельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов. И его особую роль мы закладываем в стратегию развития Свердловской области до 2030 года. При этом оно должно быть достигнуто единство во всех трех составляющих. Первым из них губернатор назвал человеческий фактор – это наличие профессионально обученных, социально обеспеченных и любящих работу на земле, мотивированных на производительный труд специалистов. Также необходимо достаточное устойчивое финансирование агропромышленного комплекса, эффективные инвестиции, доступные кредитные ресурсы. Также Евгений Куевышев подчеркнул необходимость выхода на качественно новый научно-технологический уровень модернизации материально-технической базы АПК региона. Таким образом, возможно решить главную задачу – обеспечить жителей области качественной сельскохозяйственной продукцией собственного производства и повысить социальное благополучие селян. Председатель правления СКБ банка Денис Репников рассказал, что финансовое учреждение готово обеспечить потребности свердловских аграриев в кредитах не менее чем на полмиллиарда рублей. Он отметил, что с Министерством АПК и продовольствия региона банк работает очень плотно и уже начался сбор заявок с аграриев. Руководитель Свердловского филиала Россельхозбанка Алексей Павин сообщил, что банк работает в штатном режиме. Кредитное учреждение уже начало рассматривать заявки на следующий год от крупных сельхозпроизводителей и пообещал, что срок рассмотрения пакета документов на кредитование от небольших хозяйств будет занимать не более пяти дней. Евгений Куевышев заявил, что в работе банка вопрос финансирования свердловских сельхозпроизводителей должен стать приоритетным. По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, подготовка к посевной 2016 года уже началась. Он рассказал, что в настоящий момент сельхозпроизводители занимаются закладкой семян на хранение, сортировкой проводят ремонт техники. В этом году удачнее, чем в прошлом складывается ситуация с подготовкой почвы для весенних посевов. Зяби поднято уже 72%. В прошлом году эти работы из-за выпавшего рана снега практически не велись. Это значит, что весной сельхозпроизводители раньше начнут посевную. Зимой нужно будет закупать минеральные удобрения, а для этого уже сейчас необходимо иметь понимание по кредитам. В настоящий момент аграрии Свердловской области получают поддержку из областного и федерального бюджетов по 31 направлению, основные из которых – возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам, молочное животноводство и племенное дело, техническая и технологическая модернизация производства, развитие малых форм хозяйствования на селе. С 2016 года предусматриваются новые направления государственной поддержки – создание и модернизация селекционных центров в растениеводстве и животноводстве, строительство картофелехранилищ, овощехранилищ и плодохранилищ, а также создание оптово-распределительных центров. По словам губернатора, отдельное внимание необходимо обратить на обеспечение кормовой базой животноводческой сферы региона. Необходимо обеспечить качественными кормами сегодня предприятия животноводства. Для этого, с одной стороны, надо работать над увеличением и урожайности, и энергетической ценности кормов, а с другой стороны, над увеличением дополнительных сельхозугодий в хозяйственный оборот. Процессы развития кормовой базы и сферы животноводства должны быть сегодня сбалансированы. Мы должны четко понимать, сколько нам необходимо на следующий год с учетом увеличения, в том числе и поголовья скота. Министр Михаил Копытов отчитался о том, что на сегодняшний день в Свердловской области завершена уборочная кампания. В регионе заготовлено 28,6 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, что на 6% больше планового показателя. По предварительным данным, собрано более 628 тысяч тонн зерна, 780 тысяч тонн картофеля, что полностью обеспечивает потребности населения в культуре. Также заготовлено 44 тысячи тонн овощей, что почти на 4 тысячи тонн выше показателя прошлого года. Сейчас очень важно сохранить собранный урожай и обеспечить качество и доступность продукции для конечного потребителя. Второе – это добиться устойчивого финансирования сельхозработ и мероприятий государственной программы развития агропромышленного комплекса. Аграрии работают в сложных условиях и сбои, связанных с перечислением бюджетного финансирования, как вы понимаете, быть не должно. В связи с этим глава региона поручил министру АПК и продовольствия держать на личном контроле вопросы, связанные с бюджетным финансированием сельхозпроизводителей и своевременно доводить средства до получателей. В 2015 году на развитие сельскохозяйственного производства Свердловской области предусматривается поддержка из федерального бюджета на сумму около 1 миллиарда 894 миллионов рублей и из областного бюджета около 2 миллиардов 850 миллионов рублей. В 2013-14 годах все основные целевые показатели соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством Свердловской области были выполнены. Уверен, что грамотная и эффективная работа по развитию АПК региона позволит обеспечить выполнение основных показателей соглашения и в последующие годы. В Артемовском городском округе сельхозпроизводство переживает непростые времена. На фоне общих кризисных явлений в экономике говорить об активном развитии агропромышленных предприятий нашего района достаточно сложно. Конечно, есть примеры достаточно успешной деятельности в этой сфере, однако без серьезной поддержки на всех уровнях работа артемовских аграриев может свестись на нет. Уже не раз отмечалось, что на территории нашего района, обладающего более мягкими климатическими условиями и удобным рельефом, до сих пор простаивают, зарастая лесом и кустарником, значительные площади, которые можно использовать по назначению. В свете слов губернатора о важности увеличения объемов производства кормовых культур для нужд животноводства, эти территории как нельзя лучше подходят для освоения. Развитие агропромышленного производства в нашем округе также позволит решить ряд социальных проблем, которые стали настоящим бичом небольших населенных пунктов. Отсутствие рабочих мест, отток молодежи из сел и деревень пагубно сказывается не только на развитии их самих, но и на развитии всего муниципалитета. Нужно помнить, что развивая инженерные и технические специальности, нельзя оставлять без внимания продовольственную безопасность района и региона. Переплачивая за продукты, произведенные в других точках, жители муниципалитета не просто тратят лишние деньги, но и не позволяют активным сельхозпроизводителям в качестве налогов приносить прибыль в бюджет муниципалитета, который призван в конечном счете работать на благо всех артемовцев.